Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем разработку проектирования цифрового термометра на микронтролле от Мега-328. Сегодня мы рассмотрим программу FaleProc. Программа FaleProc предназначена для программирования плат Arduino, который использует в своем составе микроконтроллер от Мега-АВР. Программировать отладочную плату Arduino или, как мы на прошлом роге, залили в него прошивку, то есть загрузчик. Мы можем его напрямую из Arduino, написав скетч текстовым, его редакторе, откомпилировав и прошив, тем самым микроконтроллер. Или мы можем использовать для этого объекты визуальные, инструменты для программирования. Вот FaleProc как раз у нас служит для этих целей. В FaleProc мы можем также создавать свои кубики на языке программирования. FaleProc Ардуино подобный язык. По-другому можно сказать, это язык не совсем, как сказать, он сборный, то есть он что-то от C взял, что-то от C++ взял, что-то свое, и так вот получилась сборная солянка. Просто для удобства и для быстроты лучше всего, конечно же, писать программу FaleProc. Для начинающих очень удобно и для тех, кто не очень хочет вникать в тонкости написания текстовых программ, да и просто тот, кто хочет что-то по-быстрому создать. Ну или, предположим, вы хорошо разбираетесь текстовым написанием кода и, предположим, этот кусок кода вы хотите использовать в дальнейшем в других проектах. Для того, чтобы вам по много раз его не переписывать, не копировать, вы можете просто создать вот в этой программе этот блок, записав в него эту текстовую программу. И в дальнейшем вы его просто вставляете в свой лист в поле, все подключаете виртуальными проводочками, все логично, просто, интуитивно. Все, в последующих уроках вы увидите. Сейчас мы просто рассмотрим интерфейс программы, какие она поддерживает платы Ардуино. В целом, как-то так. Давайте приступим. Вот у нас окно. Новый файл, новый, новый проект для контроллера выбираем. Контроллера, вот, нажимаем, выбираем. И, как видите, у нас очень много семей 100 Ардуино, которые базируются на отмега 328, на отмега 168. Шире сделаем. А также, получается, вот это у нас, кстати, все у нас 328, 324, отмега 168. Все это у нас 8-битные, как и отмега 2560, тоже 8-битные. А уже Ардуино Дуо, это у нас уже 32-битные. Под мега 32U4 уже встроен аппаратный USB порт в самом микроконтроллере. То есть, нам уже не требуется отдельный адаптер USB UART, как вот в этих именно платах. Но он требуется тогда, когда вы, предположим, у вас есть уже готовая Ардуино, вы на базе нее создали какой-то прототип устройства, посмотрели, все отлично работает, вас все устраивает, вы решили сами повторить. Ну, примерно то же самое, что мы делаем. Мы, ну, здесь по другим путем пошли, мы здесь просто придумали себе задание сделать цифровой термометр. Мы решили просто взять Ардуино-плату, превратили ее, как вы увидели на прошлом видеоуроке, в программатор. Она нам прошила микроконтроллер, то есть она загрузчика залила Ардуино, УНО. И все. Включается, у нас микроконтроллер готов. Мы к ней обвязочку всю сделали, смоделировали в программе, распечатали. Метром лазер-рунтюжного метода мы сделали печатную плату. Все запаяли согласно схеме, которую мы в прошлом видеоуроках нарисовали. Поставили наш микроконтроллер, проверили, все работает замечательно. Теперь у нас своя плата Ардуино. Ну, не совсем. Потому что мы здесь, в нашей плате, вывели мало количества выводов от микроконтроллера. По идее, мы могли массу выводов сделать. Ну, так как нам надо было конкретно задачу сделать термометр, поэтому мы заиспользуем меню выводов. А так вы можете даже свою плату Ардуино сделать. И, пожалуйста... Так что, все в ваших руках. Итак, вот, видим еще ESP8266, это тоже 32, ESP32, Intel, это уже другие отладочные платы. У этих особенностей то, что у них уже есть Wi-Fi на борту. На них можно специфически различные вещи делать. Вплоть до того, что можно сделать... Всю информацию собирать. Они могут передавать, предположим, на компьютер информацию. И дальше вводить, предположим, в интернет. То есть, при помощи с ним можно организовать беспроводную передачу данных. Между... То есть, ничего не ограничено. В отличие от этих, здесь придется вам еще дополнительный Wi-Fi модуль, или Bluetooth модуль, или GPS модуль, что угодно подключить, чтобы передавать данные. Ну и к этим тоже можно и GPS, и Bluetooth подключить. Ну, смысла нет. У них есть Wi-Fi в целом. Как бы больше смысла нет. Ну, если только вы хотите GPS, можно подключить, да, там есть какую-то сигнализацию, чтобы у вас было, предположим, для домашнего использования. Или, не знаю, там, подключать удаленно, предположим, какие-то приборы домашние, или что-то еще. То есть, и обменяется между этими модулями сведениями, и один модуль отвечает, предположим, за передачу всех данных на GPS. То есть, различные варианты применения. Ну, мы перейдем к нашим. У нас вот эта плата. Вот мы можем ее расширить. Сейчас почитать, что тут у нас сказано. Как видите, сразу описание платы. Центральный процессор, МИГ-328. Видите, 14 цифровых входов-выходов имеет. Разъем USB на это внимание обращать не надо. Плата сама имеет, если вы готовы покупать, имеет. А если вы делаете самодельный, вы можете поставить его, можете отдельный, в виде адаптера USB-UART, как я уже ранее говорил. Можно все характеристики его прочитать. Ну, вот. Выбираем, да. Предположим, вот видите, как она выглядит. В целом, это выглядит так, настоящая итальянская плата. Именно. Не китайская. В целом, между китайской и итальянской отличием может быть только в качестве производства. А функционально она все выполняет. Да, еще особенность у них есть, что не все китайские платы можно превратить в программатор. Ну, потому что китайская, она немного некачественная. Потому что, может, процессор будет некачественный. И комплектующий также некачественный. И что-то с ним периодически происходит. Не того себе. Поэтому, если вы заинтересованы, то лучше купить, конечно, оригинальную итальянскую плату. А уже на основе нее, превратив ее в тот же программатор, вы можете своих этих плат наделать целую кучу. Просто запрограммировав вот такой вот микроконтроллер. И отдельно, на отдельной плате спаяв вот такую вот развязку, все остальное. Даже вот USB, вот это USB-UART, можно не понять. Ее можно сделать в виде адаптера или купить готового адаптера. Даже дешевле будет. И все. Можете, пожалуйста, пользоваться. Как видите, здесь питание, USB-UART, сам микроконтроллер, вот грезит сброса и выходы. И выходы. в итальянской есть особенность, что у нее все выходы очень аккуратно подписаны. То есть, они не только на плате, они еще и на выводах на своих подписаны. Именно. Да, язык программирования выбираем FPD. это блочное именно программирование, а она еще используется промышленным программированием ПЛК, программологические комплексы ПЛК. Ну и также LAD тоже используется в промышленных контрольных ПЛК. Это релейный язык программирования, это графический блок именно. Нам именно он интересен. Нажимаем готово. Как видите, у нас здесь появилось окно. Так, дальше мы можем рассмотреть, что у нас здесь есть. Входы-выходы мы подробно в следующем видеоуроке рассмотрим, для чего они нам нужны. Сейчас мы просто познакомимся с основными моментами. Сейчас получается можно создать будет сейчас самую простую программу. Попробуем сейчас создать самую простую программу. включается мы на выход. Выход у нас получается, чтобы мигал светодиод, предположим. Выход получается у нас выхода те, которые могут управлять устройствами. Тем же самым простым предположим, помигать светодиодом, переключить релюшку, чтобы какой-то исполнительный механизм включить. Предположим, шаговый двигатель можно управлять обычным мотором управлять через драйверы, ну и шаговый тоже через драйверы. То есть исполнительный механизм грубо говоря можно выходами. А на вход предположим, кнопки появится, чтобы переключать что-то именно непосредственно для управления исполнительным механизмом. также на выход у нас вешаются еще индикаторы, как у нас миссегментные индикаторы, жидкокристаллические индикаторы, вот, а также USB UART передача данных в порт, то, что можно вывести на компьютере. А входы это у нас получается непосредственно устройство, датчики различные, окружающие среды, кнопки, масса, всего угодно. Переменные это те, которые данные мы можем ввести, и они будут постоянно оттуда браться, предположим, именно какие-то данные, именно которые надо постоянно для пересчета. Постоянные. Так. тип у нас цепровой будет и выберем константу, что у нас будет по умолчанию единица на ней, и так, как вы заметили, мы добавили сюда предположим еще раз продемонстрируем вот видите у нас 13-й выход мы его выбрали потому что у нас на плате мы можем продемонстрировать работу его нажимаем состояние при старте может быть включен, может быть отключен, я оставил включен нажимаем готово просто перетаскиваем его сюда и ставить константу поставить что у нас он включен будет постоянно готово проверяем проект проект корректен компилируем и он у нас преобразуется в текстовую программу как видите впрочем она простая не сложная все то, что там перепроверяем ардуино уна порт ком 4 все замечательно берем просто загрузка просто закроем как мы можем попробовать совершенствовать так как вы увидели на слайде он просто горит оранжевым цветом и все можем просто помигать им рассмотрим предположим вот мы увидели слово таймеры вкладочка открыли ее увидели таймеры генератор вот сейчас генератор смотрю подробно можно было посмотреть его описание справочка должна открыться вот у нас справка открылась вот у нас открылась справочка про генератор импульсов видите их три вида тут можно почитать поподробнее про генераторы импульсов диаграмм посмотреть эти диаграммы кстати можно на выходе микроконтроля посмотреть осциллограф ну и как пользоваться здесь все расписано то есть это справочка для того чтобы когда не знаете какой это именно как блок применить вы можете открыть справочку посмотреть спокойненько почитать и понять ну или видео урок посмотреть дополнительно хорошо перейдем к нашему генератору импульсов мы просто перетаскиваем мы перетащили наш генератор вкладки подойдем на наш светодиод подключим его зайдем на настройки мы можем константу сразу вести а можем внешне сделать миллисекундный ход вибратор будет жмем готово здесь мы выбираем тип интеджер значение у нас будет положим две с половиной тысячи миллисекунд две пять секунды тысячи миллисекунд одна секунда здесь мы можем также или кнопку подключить который будет нам подавать на этот вход сигнал а можем просто ставить константу что она включена постоянно теперь дальше сейчас рассмотрим что будет у нас происходить проверяем проект корректи загружаем как видите опять все прибрежалось в текстовый файл как видите достаточно большая работа если вручную писать опять все проверяем загрузить как видите он у нас две секунды две с половиной секунды погорел и отключился это у нас был одна вибратор симметричный мульсивибратор можем тоже сейчас рассмотреть 5000 миллисекунд готово все то же самое проверяем проверяем пробуем загрузить загрузить через пять секунд он опять включится через пять он опять включится если конечно сделать интервал миллисекунд в тысячу то он будет постоянно мигать чаще небольшим примером рассмотрели что мы можем делать в этой программе возможности у него больше датчики есть различные температуры влажности давление световые датчики которые реагируют на интенсивность освещенности память SD-карту можно подключать на основе него делать B3PR или просто записывать туда данные температуры давления к примеру или еще какие-то дисплеи время часа реального времени отдельные включайте возможности программы безограничены вы можете создавать такие же блоки сами написав ручную программу и добавив библиотеки все сделав и у вас будет свой набор элементов всем спасибо за внимание до новых встреч до новых Продолжение следует... 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 Продолжение следует...